Всем привет! Мутная камера. Я решил не откладывать в долгий ящик следующее видео о том, почему мы переехали в деревню, о наших мотивах. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о втором нашем таком значимом мотиве, который нас подтолкнул к переезду в деревню. Это мотив называется воздух. Да, и речь сейчас пойдет абсолютно не о грязном воздухе, там, загазованном, и о том, что в деревне он чистый, потому что это и так всем понятно. А речь сейчас пойдет, а именно о воздухе как таковом, о том, о существе его. Вот вы, наверное, слышали такое выражение, что многие бухтят и начинают говорить, вот, скоро нам уже и воздух продавать начнут. А, к сожалению, уже это происходит, и довольно давно нам с вами продают воздух за огромные деньги, а мы сами этого даже не замечаем. И сейчас я объясню, как это происходит. Представьте себе ситуацию. Существует некая многоэтажка и, допустим, какая-то определенная квартира на 12 этаже. Почему 12? Не знаю, просто на 12. Эта квартира имеет площадь 35 квадратных метров. Ну, средняя однокомнатная квартира, наверное, примерно столько и есть. Не, я, конечно, не говорю о вот этой замечательной программе «Жилье для молодой семьи», где 21 квадратный метр выделялось. Это, конечно, немножко, наверное, похуже все-таки. Ну, вот, 35 квадратных метров. Высота потолков в среднем 2,5 квадратных метра. В итоге получаем, что объем воздуха, заключенный в этой квартире, примерно 87 кубических метров. Мне пришлось уйти из курятника, потому что невозможно. Как только начинаешь снимать, и курочка обязательно снесет яйцо, и начинаются петухи. Один, второй, третий. В общем, я думаю, здесь такое более располагающее место, и солнышко светит, и птички поют. В общем, продолжим. 87 кубических метров. Давайте запомним эту цифру, потом к ней вернемся. И начнем немножко логически рассуждать, что вообще человеку принадлежит в этой бетонной коробочке квартире. В принципе, можно сказать, что ему принадлежат стены. Однако это такое сомнительное утверждение, потому что, как минимум, стены вы делите с соседом. Потолок, пол и тому подобное вы с кем-то делите. То есть, одна стена у вас общая. Ну, а в верном случае, все эти стены, и все до сих пор принадлежат той компании, которая этот дом, собственно, и построила. Потому что право распоряжаться этими стенами остается за ней. Вы ничего из этого в свою собственность не получаете. Вы можете насверлить там дырок, но сносить эти стены вы не имеете права, потому что дом рухнет. Ну, и в итоге получается так, что вы остаетесь заключенными в коробочке, где-то посреди воздушного пространства, на высоте, не знаю, сколько метров, там метров 25, наверное, 30, и просто висите в воздухе, в котором вам принадлежит исключительно только тот воздух, который заходит в ваше ограниченное пространство. Можно, конечно, сказать, что вроде бы как та земля, придомовая территория тоже принадлежит нам. Но вот вы попробуйте спуститься вниз, во двор и найти именно тот маленький квадратик, метр на метр, может быть, даже и меньше, который принадлежит именно вам. И вы, конечно же, его не найдете. Это все скрывается под таким утверждением, что все это общее. Но вот вы подумаете, захотели вы поставить скамейку, конечно, вам ничего никто не скажет, если она не нарушает там какое-то спокойствие других ваших сожителей по дому. Но когда эта земля, на которой стоит ваша скамейка, кому-либо понадобится, на ней захотят разбить детскую площадку, клумбу или стоянку для новых автомобилей, вашу скамейку никто за ней следить не будет, ее просто несут и утопщут, и положат там асфальт или еще что-либо. В общем, своего ничего мы не имеем, когда покупаем квартиру в любом городе. Неважно, в каком большом это городе или маленьком, на первом этаже или на 25-м, потому что даже на первом этаже вы все равно не стоите на земле, а подвешены в воздухе только чуть ниже, чем ваши соседи сверху. Так, ну вообще, к чему это я? В принципе, мы запомним эту цифру 87 кубических метров. Средняя стоимость жилья, ну вы сами можете прикинуть, как в вашем городе, допустим, средняя стоимость жилья для Подмосковья, ну 4,5 за вот такую однокомнатную квартиру. Получается, что примерно 50 тысяч рублей стоит один ваш кубометр воздуха. Ну это при высоте потолков 2,5 метра, да, я уже говорил, 50 тысяч рублей. Для жителя Москвы кубометр воздуха стоит где-то 87 тысяч рублей. Ну для жителя маленького города, где эту квартиру можно там за миллиончик купить, ну где-то 15-16 тысяч рублей за кубометр. И эта ситуация никого не смущает, что мы, в принципе, покупаем некоторый объем воздуха, в котором мы потом существуем и не имеем ничего своего. Мы можем развесить на стену ковры, картины, обои наклеить, положить на пол красивый ламинат, а что толку? Он все равно нам, этот пол, не принадлежит. Мы его, как минимум, делим соседом снизу. Потолок мы делим соседом сверху. И своего, опять-таки, ничего нет. Можете, конечно, поставить перегородок. Но, а что толку? От этого полезный объем помещения не увеличится. Ну вот, давай, об этом мы закончим. А теперь возьмем обычный сельский участок. Вот на примере нашего, 18 соток. В принципе, все, что весь воздух, который находится на территории 18 соток, включая землю, на которой я стою, и никуда я не свалюсь с этого этажа ниже, если вдруг стены исчезнут, принадлежит мне. В итоге, получается, если у меня такая возникнет безбашенная идея, я захочу эксплуатировать воздух наверху, я надую воздушный шар и поднимусь сюда, и все равно этот воздух будет моим, потому что он находится на моей земле. В принципе, по праву владения этим земельным участком, на нем принадлежит все, что я здесь строю, оно мое, все, что находится в границе. Никто же не огораживает границу воздушного пространства. Естественно, если вы будете препятствовать движению самолетов, то вам скажут, но вряд ли это, я думаю, случится. В итоге, получается, что? Ну, я думаю, что вы сами можете посчитать, что 18 тысяч квадратных метров, ну, полезное, наверное, для жизни пространство, на километр умножим, получается огромное количество кубометров. И те деньги, что вы отдадите за этот участок, по-моему, я думаю, что там даже будет копейками измеряться, не то что рублями. Стоимость одного кубометра воздуха. То есть вы, как и положено, фактически получаете свой воздух бесплатно. И поскольку додуматься платить за воздух, это надо быть очень умным человеком, и, к сожалению, всех нас обманули, и мы даже не задумываемся об этом. Конечно, я не знаю, может быть, кто-то и задумывался, но это очень печальная ситуация, что даже прожив всю жизнь и отдав столько здоровья, сил и времени, мы все равно не получаем ничего своего, а мы получаем просто какой-то ограниченный объем воздуха в коробочке, железобетонный, это все равно, что посадить червячка, не червячка, а жучка в коробочку, в коробок спичечный, и заставить его жить там. Хотя его природосуществование, как и у человека, ареал обитания, это здесь, на земле, и нету никаких ограничений по перемещениям, о жизни. Это, как минимум, странно все, что происходит. Я даже тут не буду говорить о гектарах земли, если вы покупаете гектар. Да, в нашем случае мы купили 9 гектаров. Умножить, сколько теперь нам принадлежит кубометров воздуха, просто, по-моему, заоблачная цифра получится. Это, конечно, все образно, утрированно, и я ни в коем случае не говорю, что надо эксплуатировать, и буду эксплуатировать весь воздух. Я просто для сравнения, поскольку вы не можете никогда в квартире подняться выше, чем есть, ограничивает вас потолок. Не можете спуститься ниже, потому что там пол и другая квартира. Здесь же, если мне вдруг, опять же, вдруг я сойду с ума, и мне захочется еще больше, больше, я просто выкопаю яму, и у меня будет больше этого воздуха. В общем, воздух – это то, что никому не принадлежит, и глупо платить за него такие огромные деньги. Причем, я понимаю, когда можно заплатить эти деньги, не особо не напрягаясь. Вы за месяц заработали себе на квартиру в Москве или в каком-либо другом городе. Конечно, тогда есть смысл ее купить, пусть она будет, но когда вы тратите... Я понимаю, что это в лучшем случае, это 5 лет нужно, чтобы купить квартиру, если хорошо работать, но ведь бывают ситуации, что не всем людям так везет, и большинство не могут себе заработать и за 10 лет, и даже за 20 лет, когда берут вот эту ипотеку, и когда их дети продолжают выплачивать ее, и только квартира достается детям, а вы-то наживете на что вообще? Для чего вы живете на земле? Чтобы детям оставить ограниченный объем воздуха и больше ничего? Это глупо? Или привить им те же самые идеалы, которые они смогут потом применить на практике, купив себе квартиру побольше? Я не знаю, я никому не хочу навязывать свое мнение, просто мне интересно, почему так происходит, почему об этом никто не думает, и почему мы все так живем и продолжаем жить, и, наверное, и будем так жить, пока... пока, не знаю, пока петух жареный в голову не клюнет. Но, к сожалению, этого не случится никогда, если мы сами не начнем думать своей головой, думать о том, что важно для нас именно, а не то, что важно для кого-либо другого. Ну, наверное, и все, что тут можно сказать. Мы сейчас... Я, кстати, не говорил, что я ушел на пасеку, чтобы поснимать здесь. Очень довольно такая замечательная здесь атмосфера, птицы поют, и какая-то релаксирующая. Надо идти работать, но сидя здесь, понимаешь, что, ну, ничего, дела могут и 10 минут подождать, поскольку очень расслабляется здесь все. Приятно, в общем, жить здесь. Здесь... Ну, я не знаю, в общем, кому как. Я надеюсь, что я никого не оскорбил, не задел чувствуя ничьи. Я просто высказываю свое мнение. Если кому-то это мнение интересно, то я буду очень рад. А кому не интересно, в принципе, это тоже хорошо, значит, у кого-то есть свое мнение, и это тоже путь к успеху, жить именно своим мнением и не слушать никого, и доверять только своим ощущениям. Если нравится так, значит, надо делать так. Не надо идти ни у кого на поводу, потому что многие могут завести в ненужное направление, в принципе. Надо все анализировать, все ситуации, все, что вы видите, все, что вам говорят, надо очень хорошо продумывать, анализировать, а не врет ли вам человек. Ну, и все, наверное, на этом. Пока-пока, пойду обратно.